Переходим к лекции. Я представлю нашего сегодняшнего спикера. Кирилл Скорбогатых, врач-невролог, кандидат медицинских наук, сооснователь и руководитель университетской клиники головной боли. Давайте его поприветствуем. Спасибо большое, Роман. Спасибо за приглашение. И сегодня я буду рассказывать про головные боли, в частности, про мигрень. Узнаем, почему мы все время скатываемся к обсуждению мигрени, когда говорим про головную боль. Я действительно руководитель университетской клиники головной боли в городе Москва. И мы занимаемся, как понятно из названия, диагностикой лечения самых различных головных болей с коллегами. Ну и почему она университетская, несмотря на то, что это частые центры, мы очень много занимаемся образованием. То есть мы занимаемся образованием врачей. Вот только сегодня закончилась двухдневная школа по головной боли для врачей-неврологов. Мы проводим ежегодную международную конференцию по головной боли. В эти выходные как раз так совпало, что будет в этом году, 12-13 октября. Ну, собственно говоря, стараемся как-то популяризовать и обучить головной боли и специалистов, и, в общем, такие научпоп-лекции проводить. Это мой конфликт интересов, его нет в этой лекции. И вот примерно такой план, постараемся по нему пойти. Начнем мы с того, какие бывают головные боли и что обычно думают люди насчет того, откуда берется головная боль. Что-то не так с сосудами в шее, что-то не так в голове с сосудами, забились, остеохондроз, вегетососудистая дистония, вспышки на солнце. Ну и, в общем, вот это вот все. Классика как бы то, что думают о головных болях, откуда не берутся. На самом деле есть такой достаточно удачный документ. Называется он «Международная классификация головных болей», который пользуется во всем мире для того, чтобы ставить диагнозы. Оттуда там берутся критерии головной боли. Очень много диагнозов там есть, более 300, потому что головная боль очень частый симптом вообще в медицинской практике. Один из самых частых симптомов. И если мы посмотрим на эту классификацию, то и для врачей, и для пациентов очень важно, что все головные боли делятся на две большие группы. Первичная и вторичная. Это такое принципиальное деление, о котором мы сейчас тоже поговорим и поймем, что это значит. Вторичные головные боли – это те, которые возникают от других болезней. Ну это очень просто понять. Мы ударимся головой, она болит, потому что мы ударились, это травма, это будет посттравматическая головная боль. Если мы заболеем, например, гриппом или ковидом, у нас будет температура 39, возможно, и тоже будет болеть голова, потому что мы заболели инфекционным заболеванием. Это будет головная боль, вторичная от инфекционного заболевания. И, в общем, вот этих причин для вторичных головных болей, их тьма. То есть из этих 300 видов головной боли, их, наверное, там, ну не знаю, я не считал, ну, наверное, 250. Мы эти головные боли в своей практике врачебной, в процессе диагностики отсекаем с помощью так называемых красных флажков. То есть это те симптомы, которые могут нам указывать на то, что у человека может быть вторичная головная боль. Не обязательно она у него будет при наличии этих симптомов, но вероятность такая есть. И вот посмотрите, какие это симптомы. Есть такое мнемоническое правило на английском языке СНУП. Если мы переведем это на русский язык, получится системные симптомы. То есть это, например, лихорадка, сыпь на теле, очагово-неврологические симптомы, ну, условно, какое-то зрительное нарушение, впервые возникшее, там, не менее слабость в руке. Начало после 65 лет. Ну, позднее начало — это не свойственно для первичных головных болей, о которых мы будем говорить. И внезапное начало — это когда боль начинается, так называемая громоподобная головная боль, когда интенсивность максимально за одну минуту нарастает. Это очень тревожный симптом. И изменение характера или паттерна головной боли за недавнее время. Вот это вот те знаки опасности основные, которые, если есть, то тогда мы думаем о вторичной головной боли. И на самом деле вероятность того, что она действительно будет, очень все равно невелика. Если их нет, то в целом мы о вторичной головной боли чаще всего не думаем. И статистика примерно такова. Понятно, что она в разных отделениях отличается, скорбь мощной или в обычной больнице. В итоге получается, что чаще всего в подавляющей большинстве случаев мы имеем дело в популяции и на приеме с первичными головными болями. То есть с теми, которые не являются следствием других заболеваний, а являются абсолютно независимыми самостоятельными заболеваниями. Из этих первичных головных болей их не очень много по штукам, по диагнозам, может быть, около 20. Но два самых доминирующих из первичных головных болей — это всего два диагноза — мигрень и головная боль напряжения. Что такое первичные головные боли? Собственно, те, которые доминируют, и мигрень в том числе. Это главные боли, которые возникают, если очень просто рассказать, чуть дальше мы это чуть сложно обсудим, это когда мозг неправильно работает. То есть это нарушение работы головного мозга, а не какой-то структуры. То есть это не нарушение в сосудах, в мышцах, в позвоночнике. Ну и почему в итоге все это сводится к мигрению? На самом деле по нескольким причинам. Во-первых, мигрень — это одно из самых распространенных заболеваний в мире вообще. То есть на первое место — это зубной кариес, второе — это головная боль напряжения, третье — это мигрень. Среди неврологических заболеваний мигрень — самое распространенное неврологическое заболевание. В России мигрень страдает, очень хорошее исследование было в 2012 году сделано, эпидемиологическое, 20% трудоспособного населения. То есть это 100 миллионов человек трудоспособных, значит примерно 20 миллионов страдают мигренью. Но это очень скромные цифры на самом деле, потому что среди неврологов, вот мы проводим когда очень много мероприятий, обычно мы задаем один и тот же вопрос, но сейчас уже нет, но раньше задавали, это было интересно. Хотя сейчас задаем. Бывали ли у вас в жизни приступы мигрени? И вот что нам отвечают неврологи. Вот буквально школа, которая была сегодня, вот 9-10 октября 2024 года, вот что ответил зал, там было примерно 36 человек. Были ли у вас в жизни приступы мигрени? Неврологи отвечают больше половины, что да, были. Это вот предыдущая школа, это, ну вы понимаете, да, что процент какой. Это не потому, что неврологи приходят, у которых голова болит, как бы, да, мигрень к нам на школы, не поэтому, а скорее всего потому, что просто они неврологи, они понимают, что такое мигрень, и могут поставить сами себе диагноз. То есть просто вот поэтому, скорее всего, такой большой процент. Это я к тому, что мигрени, скорее всего, популяции больше, чем 20%, а скорее всего, вот где-то, вот видите, между 20 и вот этими цифрами. Вторая причина, почему мигрень, мы про нее все время говорим, помимо того, что она очень распространена, кстати, в зале у кого есть мигрень, поднимите руки, у кого она есть. А у кого есть просто головные боли, может тошнить иногда, вот еще примерно, ну, ползала, примерно так и есть. Значит, по количеству лет прожитых стендроспособностей. Что это значит? Это очень важный показатель, который Всемирная организация здравоохранения регулярно публикует, раз в несколько лет. Это показатель тяжести хронических заболеваний, бремени заболевания для общества, для системы здравоохранения. Поэтому показатель у мигрени находится на втором месте в мире среди всех неинфекционных заболеваний. То есть она опережает далеко и всякие, и рак, и туберкулез, и сердечно-сосудистые заболевания. Вот так, высоко. У женщин, кстати, вообще на первом месте находится, до 49 лет. Почему такое высокое место у мигрени? Что значит количество лет прожитых стендроспособностей? Это значит, что от мигрени не умирают. Вот, открою тайну. Значит, мигрень — это снижение качества жизни. И мигрень — это хроническое заболевание. Он с человеком всю жизнь. И поэтому, если мы, например, представим себе конкретного человека с мигренью, вот пришла ко мне на прием, например, женщина, 55 лет, с 15 лет, у нее проявление мигрени, у нее приступ раз в неделю, например. Вот сколько она провела в мигрени за свою жизнь? Пять с половиной лет жизни. Она провела в приступе мигрени. А мы понимаем, что мигрень в целом это как персональный террорист. То есть мигрень иногда непредсказуемо. Человек не понимает, что она начнется. Он не может купить билеты, не знаю, в большой театр. Он купил щелкунчик, отстояв очередь, и потом бах и накрыл его. И все впустую. И не может быть на спектакле. Треть — никогда не строит планы. Потому что мигрень их может настигнуть в любой момент. Половина нуждается в постельном режиме. Поэтому представляете, пять с половиной лет провести в мигрени, то есть пять с половиной лет в постельном режиме. Так себе перспектива. Проблемы в семье возникают, что сложности человек не может детям уделить достаточное количество времени. Ну и вот это раз в неделю, например, это не так редко. То есть у 25% женщин с мигренью приступы раз в неделю или чаще. К сожалению, работодатели не считают мигрень уважительной причиной. Вообще есть такая стигматизация. Люди боятся про мигрень, говорить, что она у них, потому что считают, что их посчитают врунишками или халявщиками какими-то. Хотя мигрень — это заболевание, которое отравляет самые продуктивные годы жизни. Мы видим, что распространенность пиковая от 18 до 49 лет, особенно у женщин. Ну и экономически мигрень — очень дорогое заболевание, потому что высокая распространенность, каждый пятый как минимум страдает в мигрени, плюс высокая степень нетрудоспособности, в момент приступа. Ну и все это выливается в такие потери. От мигрени ежегодно экономика Евросоюза теряет 111 миллиардов евро. В России на 2014 год это почти 2% ВВП. 1,75 — это очень много. Ну и вот такая тоже зарисовка. Это Великобритания. 100 тысяч человек ежедневно пропускают работу или школу из-за учебы. Ой, из-за мигрени, да, простите, заговорились уже. Из-за мигрени. Ну, в общем, можно экстраполировать на нашу страну. Я думаю, что будет примерно то же самое. Как диагностируют мигрень сегодня? То есть мы поняли, что это большая проблема, прямо вот она катастрофическая, надо что-то с этим делать. Надо сначала диагностировать. Как это сделать? Ну, на самом деле, к сожалению, так же, как в 19 веке примерно. Ничего не поменялось. То есть диагностика мигрени. И какие-то супер-пупер-анализы, УЗИ, МРТ, ПЭД, КТ, не знаю, это не помогает в позитивной диагностике мигрени. То есть помните, вначале мы говорили про красные флажки. То есть если они есть, то мы, конечно же, в этом случае делаем МРТ и прочее. Но это бывает редко, когда мы видим вот эти знаки опасности, которые нам говорят о том, что это может быть вторичная головная боль. В подавляющем большинстве случаев мы не видим этих красных флажков, и мы понимаем, что перед нами пациент с первичной головной болью какой-то. И мигрень – это очень возможный вариант. И дальше диагностика исключительно по опросу пациента. То есть вот эту нарушенную работу мозга, к сожалению, мы не можем никак пощупать с помощью МРТ, анализа крови или чего-то еще. То есть это прям невозможно. Поэтому только по опросу. Во всем мире так. Значит, мигрень – это нужно собрать выигрышную комбинацию симптомов, как, не знаю, в покере. То есть вот у нас есть характеристики боли при мигрене, она пульсирующая, односторонняя. Человеку во время приступа мигрени тяжело наклоняться, двигаться, лучше полежать, любое движение усиливает боль. Достаточно в средней или высокой интенсивности. Ну и есть дискомфорт от света или звука в момент приступа. То есть это вот то, что называют фонофотофобией, но это не очень правильно. Правильно говорить, повышение чувствительности к свету или к звуку, она может быть разной выраженности. И тошнота, не обязательно рвота. И поэтому нам, чтобы поставить диагноз мигрень, нужно собрать вот такую комбинацию карт, как бы, да, симптомов. Нужна либо тошнота, или дискомфорт от света или звука, или все вместе, любые два других симптома, как минимум имеется в виду. Например, вот так будет мигрень, да, то есть с одной стороны пульсирует и тошнит. Или, например, может быть, вот так тоже мигрень усиливается при движении, когда она болит, и там средней интенсивности тоже тошнит во время приступа. Может быть, без тошноты мигрень тоже такой возможно, просто дискомфортом от света или звука. Все очень по-разному. Может быть, три симптома, например, да, характеристики головной боли. Может быть, вот так по-разному, может быть, как элдоскоп, да, вот одни и те же как бы стекляшки, рояль, когда прямо вот все как бы симптомы, как бы, да, и мы как бы диагноз гораздо проще поставить. Красные флажки мы исключили, как я уже говорил, да, вот эта логика нашего диагноза. Ну и дальше, если их нет у пациента, то мы, получается, пришли к диагнозу мигрени у рака. Да, это на самом деле не очень сложный диагноз, но просто нужна самая большая проблема, это все эти симптомы, да, из человека, из пациента, который сидит перед нами, получить, как бы, да, потому что мы не можем, к сожалению, никак, как онкологи, эндокринологи, взять анализ крови, взять иммуногистохимию, покрасить, не знаю, там, провести анализ и получить результат. Там диабет, не диабет и так далее. Не можем, надо говорить, надо, это сложно. С интервью мы используем, для этого можно использовать дневники головной боли, это очень помогает нам и в диагностике, и потом в последующем введении лечения. Мы вот в клинике сделали такой мегрибот, в Телеграме он работает. В общем, достаточно, как Шерлок Холмс, помогает нам распутать картину, да, например, вот мы видим потом, как бы, в разные там выкладки, в Excel-ке можно и так далее, вот мы видим, что с человеком происходит, что принимает, тошнит, не тошнит, ну, в общем, все достаточно картину, которая нам нужна для диагноза. Мегриб не бывает с аурой и без аурой. Что это значит? Ауры — это приходящие неврологические симптомы, то есть это какие-то спецэффекты, если пока по-простому их назвать, это редко бывает, но сильно это никак нам чаще не меняет ни диагностику, ни прогноз. Вот такое может быть зигзаги. Ну, вот на YouTube тьма вот этих вот картинок, сейчас она запустится, нет, не запустится, это PDF-ка. Ну, в общем, поищите, там как бы прям такое вот пятно расползается. В общем, это бывает. Алиса в стране чудес — тоже это вариант ауры при мигрении, просто она находится, эта аура в той зоне мозга, которая отвечает за пространственное восприятие схемы тела, либо окружающего пространства. Ну и, в общем-то, все симптомы, которые описаны в этой книжке, там вот это медленное исчезновение кота, это полинопсия, когда предметы медленно исчезают, изменение схемы тела, это, в общем, проявление действительно синдрома Алиса в стране чудеса. Это вариант мигренозной ауры. Теперь давайте чуть посложнее. Откуда берется мигрень и как ищут новые мишени для терапии? Потому что, честно говоря, последние лет 10 в неврологии мигрень — это прям драйвер как бы всевозможных новых методов лечения. Это прям вот очень горячая тема. А в чем причина мигрени? Как на сегодняшний день смотрят на это ученые? Ну, примерно вот так. То есть, высыпали коробку с пазлами и картинку выкинули. Надо собирать как-то это все. Что из этого собирается? Смотрите, это главной мозг, такая схемка. Тут есть разная... Не знаю, работает эта штучка или нет. Нет, не работает. А есть этот указатель как-нибудь? Ну, ладно. Значит, есть разные зоны, которые для нас представляют интерес с точки зрения развития мигрени. Кора — это серое вещество, о котором мы думаем. Больших полушарий. Там есть зрительная в затылке, откуда аура, кстати, в основном идет. Самоценсорная, которая, собственно, за ощущение боли отвечает. Таламус — это штука, которая интегрирует все болевые импульсы в себе и дальше откороляет их в наше сознание. Гипоталамус — очень важная зона, которая отвечает за тьму разных функций, пищевое поведение, цикл сонбодрости, ненастроения, гормональные функции и прочее. Волокна троничного нерва, он пятый еще называется, троничного нерва, сосуды твердой мозговой оболочки, ганглии троничного нерва и его ядро. Вот эти три зоны, что касается ядра троничного нерва, ганглии и волокна, они все объединены в так называемую тригеминоваскулярную систему. Эту зону мы рассмотрим сейчас поподробнее. Троничный нерв, если кто не знает, это нерв, который обеспечивает чувствительность в голове. Все, что выше шеи, куда мы не ткнули иголкой, там нам больно, потому что там есть волокна троничного нерва. Они потом идут в ганглии, потом идут в ядро и потом отправляются в кору головного мозга, где мы понимаем, что нас укололи. Троничный нерв, например, стоматологи нам замораживают, чтобы зуб посверлить. Троничный нерв, они немеют, заморозка, это все про него. Он отвечает за боль в голове, если очень по-простому. Так вот, вот эта система, ганглии троничного нерва, ядро и волокна, которые оплетают сосуды, эта система получила название тригеминоваскулярной. И впервые вот эту концепцию, что мигрень — это проблема с нервной системой, а не с сосудами, как есть теория Большого Взрыва, про то, что по некоторым данным вся наша Вселенная оттуда появилась. Точно так же все, что сейчас происходит в мигрене, также появилось с 79-го года, как сейчас ошметки разлетаются, все это теория, и формируются новые лекарства и все остальное. Майкл Московиц из Бостона впервые предложил гипотезу, что мигрень — это проблема с мозгом, а не с сосудами. Он предложил нейроваскулярную теорию мигрени, то есть сосуды там тоже участвуют, но скорее на вторых ролях. Вот еще одна картинка этой тригеменно-васкулярной системы, объединение ядра троничного нерва, его ганглия, вот он такой, с тремя палочками, с тремя корешками, и волокна, которые оплетаются осудой и твердой мозговой балочки. Тригеменно-васкулярная. Тригеменно — это троничный нерв. Что дальше происходило? В 1985 году шведский ученый Ларс Эдвинсон впервые понял, что в этой системе троничного нерва одно из основных веществ, которое обеспечивает его функционирование, называется CGRP. Четыре буквы. Вот он взял у кошки, покрасил ганглия троничного нерва и взял артерию и тоже ее покрасил специальным красителем к мишене, к CGRP. И вот видите, белые точки такие, которые там по пунктирам такие идут, в линию собираются. Это волокна троничного нерва, содержащие CGRP, он беленький. И вот тоже в ганглии видно беленький CGRP, к которому прикрепился флюоресцентный маркер. То есть поняли, что да, в этой системе, которая отвечает за мигрень, за ее развитие, CGRP участвует каким-то образом, каким-то боком участвует. Это небольшой пептид, который из 27 аминокислот состоит. Почему он кальцитонин, ген родственный, такое суперсложное название? Потому что он кодируется, то есть синтезируется этот белок с гена, который в том числе кодирует белок кальцитонин. Просто немножко по-другому ставится там рамка сплайсинга, или как это когда кодируется, из гена белок. Поэтому он называется кальцитонин, ген родственный пептид. Есть две изоформы, альфа-бета. Нас интересует альфа, потому что она в нервной системе находится, как раз бета в кишечнике. Питер Гоцби из Австралии, потом из Англии, значит, он как бы дальше развил эту идею CGRP. Он измерил концентрацию CGRP, этого вещества, в крови у пациентов с мигренью. В двух случаях. До приступа и во время приступа. Вот мы видим зелененький до приступа концентрация, во время приступа повыше, она красненькая. То есть мы видим, что насколько вырастает концентрация этого белка на фоне приступа мигрени. И это, в общем, действительно так вот прям как бы обеспечило показанную то, что мигрень и CGRP вот так вот связали вместе крепко. Потом появился самотрептан. Может быть, кто-то знает, это специальный вещество, первый специальный препарат, который устраняет мигрень специфично. Вот прям для нее был создан обезболивающий препарат. И тоже проверили концентрацию CGRP, как она меняется, на фоне этого специального препарата для мигрени. Боль уходит, вот она постепенно, с течением времени на фоне приема. То есть приняли таблетку, боль начала уходить, она прошла, и мы видим, что концентрация CGRP тоже упала. Ну, то есть как бы связь тоже появилась. Дальше надо сказать про очень важное исследование, которое до сих пор служит драйверами для поиска новых лекарств для мигрени. Это человеческие модели с мигренью. Вообще мигрень – уникальное заболевание в том плане, что его можно изучать на здоровом человеке, ну, не очень здоровом, на человеке с мигренью. То есть мы не можем, например, сделать модель человека с инсультом. Это незаконно. Это как бы этический комитет никогда не разрешит у человека сделать инсульт и повреждать специально. Рассеянный склероз какой-нибудь, или, не знаю, инфаркт миокарда. Ну, нельзя у человека сделать модель инфаркта миокарда и поизучать это. Мигрень можно, потому что мигрень, она не повреждает мозг, она как бы не влияет на человека, поэтому этический комитет, в том числе в Дании, разрешают взять человека и у него приступ мигрени спровоцировать специально. Это можно. Поэтому эти исследования очень важны, потому что можно вводить какие-нибудь вещества, смотреть, как на них реагирует человек, и если мигрень возникает, то мы понимаем, что это вещество каким-то образом спровоцировало мигрень, значит, надо придумать какое-нибудь вещество, которое блокирует. То есть понимать вот эту схемку, как поискать. И вот в 2002 году Е. Солисон, он, кстати, классификацию головной боли впервые придумал, он вообще такой прям патриарх всего этого, сейчас ему лет, по-моему, уже под 90 до сих пор на конференции ездит. Он ввел впервые этот CGRP пациентам с мигренью и показал, что вот смотрите, в минуты, часы и интенсивность боли по этой шкале Y. Вот от инъекции мы видим через несколько часов очень много людей с мигренью развили, типичный приступ, вот прям типичный для них. Это что говорит, что CGRP каким-то образом потенциирует, развивает приступ у людей с мигренью. Вот какой был сделан вывод. Ну и поэтому за это им, кстати, дали достаточно не нобелевка, конечно, но брейн-прайс на четверых вот этих вот товарищей. И это, наверное, по одну букву на одного человека распределили, чтобы по-честному было. Вот. CGRP и его рецептор, он на самом деле распространен очень широко в нервной системе, он есть в главном мозге, вот там есть мозжечки, вот красненький такой, да, это вот рецептор к CGRP красненьким покрашен. Мы видим, что он есть в мозжечке, он есть базальные ганглии, в коре, зачем он там нужен, мы не знаем, честно говоря, вот прям не знаем, зачем пока вот он там нужен, но он там есть. То, что мы знаем и то, что нам важно, то, что CGRP есть в системе троничного нерва, про которую мы уже говорили. Вот посмотрите, взяли ганглии троничного нерва, тот, который проводит боли, порезали его под микроскопом, покрасили, и зелененьким окрасились нейроны клетки нервной, которые содержат рецептор к CGRP, красненьким покрасились нейроны, которые содержат белок CGRP, который выделяется из них и действует, получается, на зеленой клетке. Вот это исследование важно, потому что показывает, что внутри троничного нерва одни клетки выделяют этот белок, а на другие клетки он действует, то есть происходит передача боли внутри троничного нерва. То же самое происходит в волокнах троничного нерва, там были клетки в ганглии, а это волокна. То же самое, зелененький содержит рецептор, а дельты называются С-нервы, если по-простому содержат белок CGRP. И в итоге схемка примерно такая. У нас есть два нервных окончания троничного нерва, из одного выделяется CGRP, на другое действует. Дальше получается импульс, после того, как это подействовал, пошел в головной мозг, и там мы почувствовали, что заболела голова, случился приступ мигрени. В общем, CGRP стал первой мишенью очевидной, которая позволила создавать новые виды терапии, такие таргетные называются, которые целенаправленно действуют на мишень какую-то. Первой из них были джепанты, их история началась еще с 2001 года, началась очень давно. Но в какой-то момент исследования прекратились, потому что печеночная недостаточность возникла на фоне терапии. И потом поняли, что это не проблема джепантов всех, а только одного джепанта, который тогда изучался. И сейчас на самом деле джепанты, вот сейчас увидите, аж 4 уже есть в Европе и США, у нас скоро тоже один появится. Что они делают? Джепанты — это антагонисты CGRP-рецептора. То есть это такие маленькие молекулы, которые вместо CGRP связываются с рецептором и не дают CGRP действовать. Просто заблокировали, все, CGRP больше не может приконнектиться, и поэтому боли нет, если очень упрощенно. Из рога изобилия у нас посыпались эти джепанты за последние года 3-4. Убра, зави джепант, римид джепант, ато джепант. Вот в России у нас есть ато джепант, у нас в клинике было клиническое исследование третьей фазы ато джепанта. Виде таблеток эти препараты. Они, как бы потом это поймем, применяются и некоторые для профилактики мигрени, для лечения приступа. Ато джепант есть в России. Но пока нет его в аптеках, он только зарегистрирован пару недель назад. Но это тоже хорошо. Моноклональные антитела, которые тоже являются препаратами, таргетно-целенаправленно влияющими на путь CGRP. Это крупные молекулы, они гораздо крупнее, чем маленькие обычные химические вещества. С сравнением может быть как рисинка и грузовик. Примерно такое сравнение между обычными джепантами, трептанами или ибупрофеном. Это маленькие химические молекулы. А антитела моноклональные — это здоровенная молекула. Но это свойство тоже важно. Они что делают? Они блокируют либо сам CGRP, который выделился, шарик такой, либо они блокируют так же, как джепанты, рецептор. Два типа таких есть. Вот это антитела, вот это такое, как Y они сделаны. Там есть разные части, но самая главная часть у них — это розовенькое здесь на картинке. В чем их преимущество, почему эти антитела так успешно используются в медицине? Антитела, может быть, слышали, это то, что у нас в организме плавает и вырабатывается в ответ на прививки или на встречу с каким-нибудь вирусом или бактериями. Когда мы болели ковидом, помните, там все антитела мерялись, там активно все хотели измерить тела зачем-то. В общем, это очень специфичная вещь, антитела, которая вырабатывается против какой-то мишени. Это вот как бы… Сейчас про это расскажу чуть попозже. В этом есть пару слайдов. Значит, четыре антитела против мигрени. Галконозомап, фремонозомап, эптинозомап, эриномап. Сложные названия. В России есть два из них, что хорошо. Половина получается. Уже года три это есть. У нас они в клинике, кстати, все четыре тоже были в клинических исследованиях в свое время. Эффективность у них в лечении мигрени около 65%, не 100%. То есть не надо считать, что это какая-то панацея, прям вообще супер у всех работает. К сожалению, нет. Мигрень очень многогранный, поэтому, к сожалению, некоторые пациенты, видимо, некоторые люди с мигренью, а у них мигрень не идет по этому пути CGRP. Я дальше покажу, по какому пути она еще может идти. Поэтому вот где-то две трети примерно пациентов улучшаются на фоне этой терапии. Улучшается это что такое? У них приступы становятся реже по частоте в два раза или больше. Вот такой есть параметр, очень удобный клинический, что если приступы, ну, допустим, их было 20 в месяц, а потом после терапии стало 8, это эффект. То есть они снизились в два раза. То есть мы чаще всего не можем говорить о полном излечении мигрени, но вот такой эффект границы, это уже в два раза снизилось по частоте. Итак, моноклональные тела. Что это такое? Антителы, мы уже начали говорить про то, что это очень специфичная штука, которая создана, знаете, как есть замки и ключи. Они все очень уникальны, то есть один ключ подходит только к одному замку. Вот если мы знаем конкретную мишень, а в данном случае это что у нас? Это у нас СГРП. Вот мы поняли, что при мигрене СГРП, очевидно, играет такую важную роль. Значит, мы можем что сделать? Мы можем найти вот этот ключ, это антитело, которое будет подходить только вот к этой мишени. И этих ключей, а, они не будут подходить к другим мишеням совсем, потому что антитело, еще раз, оно очень специфично. Вот мы прививаемся от кори или какого-нибудь паротита в детстве, и потом лет через 20 только нам нужна ревакцинация. Почему? Потому что кори, и паротиты, и другие такие инфекции, они не меняются. То есть наши антитела, которые в детстве после прививки появились, они отлично узнают корь там и лет в 15 как бы. А вот гриппом мы болеем, если не привьемся, часто. Почему? Несмотря на прививку. Грипп, он меняется, да, и поэтому наше антитело, которое плавает в организме против того гриппа, который был в прошлом году, потому что мы им переболели, это антитело не узнает новый вирус гриппа, потому что он переоделся чуть-чуть, да, по-другому выглядит. То есть антитело, оно прям суперспецифично к чему-то, и поэтому не действует на другие мишени, вот видите, на другие замки не подействует. Это свойство как раз используется в медицине, в онкологии очень часто используется, и с этого началось все, потому что если мы в онкологическом заболевании, там вот есть рак, у него есть определенная сигнатура, подпись, что какой-то белок у него неправильный, или там рецептор, делаем к этому рецептору антитела, и, собственно говоря, когда их много, это называется моноклональный, да, вот моноклональные антитела, и они все одинаковые. Вот такой примерный метод лечения. Что еще есть, кроме CGRP? Как мы поняли, что не все пациенты реагируют, к сожалению. Тут немножко надо погрузиться в то, что из себя представляет рецептор к CGRP, вот такая у него сложная штука, вот зелененький шарик, вот эта молекула CGRP прилетела в рецептор, чтобы его активировать. Вокруг есть еще три части, вот эти вот, синенькая, темно-синенькая, красненькая. Значит, это как лего-конструктор, на самом деле, вот этот вот рецептор, вот есть разные части, мы из них можем собирать разные варианты рецепторов. Вот эта вот синенькая часть, это называется модифицирующая активность рецептора, белок. Он просто действительно модифицирует активность рецептора. И если мы будем разные эти вот рампы делать, да, красненький, зелененький, синенький, получатся разные рецепторы, не только CGRP, но, например, к адреномедулину появится рецептор, к адреномедулина-2. Если мы возьмем центральную часть, другую, появятся рецепторы к амелину и амелину-1. В общем, другие рецепторы, к другим веществам. Но все это общая семья рецепторов, так называемых кальцитониновых рецепторов. CGRP, адреномедулин, амелин. И в чем идея общности? В том, что они действуют не только на свои рецепторы, которым должны действовать. CGRP на рецептор CGRP. Но нет, так как рецептор амелина очень похож на рецептор CGRP, CGRP может подействовать и на него, активировать его. И вот эта часть, возможно, мы упускаем при этой терапии, не полная эффективность, 65% всего, а не больше, из-за того, что мы не действуем на эту часть картинки, на эту часть спектра мишени. И поэтому сейчас проводятся такие же опыты на человеке, когда вводят амелин человеку и действительно получают у него ответ в виде мигрени. Вводят адреномедулин, тоже получают ответ в виде мигрени достоверно. То есть мы понимаем, что эти мишени тоже участвуют в патогенезе мигрени, в развитии заболевания. И поэтому, возможно, нам нужно будет какой-то комбо, которое закроет разные варианты мигрени, то есть которое идет через CGRP, через адреномедулин и милин. Но не только CGRP у нас под подозрением. Есть у нас еще такие вот пару белков, которые тоже, как выясняется, что они участвуют в развитии мигрени. Это очень сложное название. Мы его просто ПАКАП называем. Активирующий аденелациклазу, гипофиза, пептид. Значит, тут выяснилось, что, во-первых, после суматриптана тоже его концентрация снижается. Помните, там был такой же с CGRP. То есть померили концентрацию этого вещества в момент приступа мигрени, дали суматриптан, приступ прошел, концентрация ПАКАП упала. Ввели ПАКАП человеку, получили ответ в виде мигрени классической. Вот на картинке справа это видно. То есть все то же самое. Абсолютно мне нравится этот подход в Дании. У них прям как конвейер. Вот эти модели на человека они научились делать. Добровольцы ходят радостно. То есть они в Дании рады помочь медицине. И вот они берут разные вещества, и один протестировали, второй ввели протестировать. Зачем? Просто потом же как происходит? Что теперь? ПАКАП мы поняли, что это участвует. Теперь начали делать антитела КПАКАП. К СИЖРПИ-то уже продаются антитела, давайте теперь сделаем КПАКАП. Может быть, они кому-то помогут дополнительно. Вот было в исследованиях моноклональное антитело к рецептру КПАКАП. Оно, к сожалению, не показало свою эффективность в отличие от плацебо. То есть не сработало. Так бывает. Но сейчас, например, опубликованное буквально пару месяцев назад исследование другого антитела, вот так оно сложно пока называется, без названия, просто цифры, оно действительно сработало во второй фазе клинических исследований, показало эффективность при мигрении по сравнению с плацебо. И это значит, что будет третья фаза, теперь она пройдет на большом уже выборке, будет человек 700-1000 в разных странах мира, мы, к сожалению, уже не участвуем. Но в целом года через три она, наверное, закончится, эта третья фаза, мы поймем, что она работает или нет, и потом она появится на полках наших аптек. Ну и еще одно вещество тоже, видите, во второй фазе пока нет результатов, но она уже идет. Ну, значит, мы разобрали только часть периферической. Помните эту картинку, когда мозг есть, а мы с СИДЖРП обсуждали, как бы есть мозг, а есть то, что снизу. Вот мы до мозга еще не дошли пока, мы все снаружи мозга обсуждаем. Ганглии, волокна троничного нерва. На самом деле вся история с мигрени начинается в головном мозге. Есть очень мощные связи всех структур, которые нам интересны при мигрении, гипоталамус, таламуса, коры с троничным нервом. Значит, какие фазы мигрени есть? Это важное вопрос суждения, откуда она берется. Значит, есть боль при мигрени, про нее мы поговорили. Тошнит, свет, звук раздражает, болит. Перед приступом не у всех, но бывает. Аура вот эти вот, да, красненький пик такой. Есть две еще фазы в начале и в конце. Не у всех они бывают, но они очень важны. Про дрома. Про дрома это когда еще нет головной боли, но уже что-то не так. Пока про ауру поговорим. Откуда берется аура? Аура берется из коры головного мозга. У нас есть серое вещество, клеточки, которыми мы думаем, она вот на поверхности головного мозга. Эта кора у нее есть особенность. То, что она поделена суперстрого на разные зоны. Значит, у нас затылок — это зрение, висок — это речь, в серединке вот здесь у нас чувствительность. Так вот, аура — это когда возникает такой феномен, когда через эти клеточки нервные, там же проходит волна электричества, они общаются с электричеством, вот такая волна ползет, обычно сзади наперед по этим клеточкам, прям волна. Называется корковая распространяющаяся депрессия. Депрессия — это не настроение плохое, а электрическая активность снижена. Ну, то есть депрессия вниз, как бы, да, там потенциал. И вот она ползет. И вот как она проползает, зоны, как бы отвечающие за зрение, разные зоны, и поэтому у человека это вот мерцание, оно сначала здесь, потом оно здесь, потом оно здесь, потом уползает. Если эта волна доползет до чувствительной зоны, то тогда у человека будет не иметь рука, потом предплечье, плечо, лицо, язык и так далее. А может доползти до зоны, которая отвечает за пространственное восприятие, восприятие, что тогда будет? Алис в стране чудес случится, да, то есть человек не сможет воспринимать нормальное пространство. Это не страшно, это не меняет мозг, это, как бы, в общем, вещь, которая, еще раз, как бы, это не инсульт, как бы, да. Опять картинки не будет, сори, а это PDF-ка, потому что, ну, в общем, можете найти на YouTube или там Routube, или что у нас есть, как бы, в общем, клиника МИО, там, как бы, просто изображение ауры, как это выглядит, так. Парадрома, это самая такая, прям, вот прям ход, топик, как бы, в мигрене сейчас, потому что с нее все начинается, как мы поняли, да, вот эта парадрома, как бы, выстрел такой, тш, стартовая пистолет, а когда запускается приступ в мигрене, боль, это только чуть попозже, как бы, да, уже. Значит, что здесь происходит? Вот люди испытывают эти штуки, да, эти симптомы, как бы, значит, полиурия, это избыточное мочеиспускание, но все остальное, вроде, более-менее понятно. То есть что-то не так, там, человек такой, мне нужно что-то срочно съесть сладкое или вредное, чипсиков каких-нибудь, там, или, например, там, сонливость дикой накатывается, знаете, как перед дождем, вот почему, непонятно, вот, внезапно, а потом начинается головная боль, да, или, там, человек не может сфокусироваться на какой-то задачи одной конкретной, вот, как бы, тоже, как бы, вот, непонятно почему. Значит, эти все симптомы можно уложить, в общем-то, в какие-то зоны мозга, откуда они берутся. Там, боль в шее, это, там, тригеминоваскулярная система, там, боль в шее перед мигренью, это классика абсолютная, прям, вот, как бы, боль в шее у 75% есть, потому что, там, ядро троничного нерва, оно связано с клетками, которые отвечают за напряжение в мышцах шеи. Но из этого всего очень много мы можем вложить, вот, тот самый гипоталамус, про который мы говорили. Как бы, пищевое поведение нарушено, и частые зевания необъяснимые, жажда, усталость, ну, и даже настроение, на самом деле, тоже регулируется гипоталамусом. Это часть лимбической системы, мы про нее, может быть, слышали, то есть оно регулирует наши, там, разные, как бы, вот, функции. И в 75-м году еще даже были вот публикации, которые говорили, а вдруг мигрень все-таки что-то не так с лимбической системой. И на самом деле это подтвердилось. Что делали? Классное исследование, суперэлегантное, мне очень нравится, очень цитируемая, прям, бомба. Значит, в 2016 году это было сделано, взяли одну пациентку. То есть в чем проблема с продромой? Значит, потому что болевую фазу мигрени изучать просто. Человек, заболела голова, ты его изучаешь, как бы, делаешь там всякие УЗИ, что хочешь, делаешь там, да. Это продрома, это как? Это до боли. Это надо поймать еще, как бы, да. Вот нужно, как бы, чтобы человек понял, что у него сейчас вот зевает, потому что через 5 часов будет головная боль. А вдруг не будет? А как тогда это изучать, да. В общем, поймать сложно вот этот вот период, что в мозге происходит до боли. Прямо вот так вот сложно. Поэтому, чтобы это поймать, просто взяли пациентку с там, с тремя приступами мигрени в месяц в среднем. И она каждый день ходила в МРТ. Ну, как бы, каждый день ходила, непрерывно получается, да, у нас такой спектр есть. И тогда мы точно смогли поймать, ну, не мы, а вот они, приступы мигрени. Вот они, как бы, здесь нарисованы, да, три приступа за 30 дней. Тогда у нас ясно, что было в мозге, происходило до того, как началась боль. То есть что там активировалось. То есть вот оказалось, что во время продрома, вот это продрома, потом сам по себе приступ боли, и потом поздрома, это уже такой выход из мигрени. Оказалось, что гипоталамус активен до начала боли. То есть в нем что-то происходит, как-то искрит, как бы, да, что потом реализуется в боль. И оказалось, что вот этот гипоталамус, он вот в эту фазу продрома, то есть до боли, он начинает общаться с ядром троничного нерва. То есть, возможно, это и есть как бы проявление того, что он его активирует каким-то образом. Из гипоталамуса активация уходит в ядро троничного нерва. А дальше мы знаем, что ядро троничного нерва — это уже проболь, то есть там уже все эти CGRP, ПАКАПы и прочее выбрасываются. Значит, коротко это примерно вот так происходит. Это мы уже проговорили. Часть итоговой картины. Какие? Значит, вот у нас есть зона, про которую мы поговорили. Там CGRP, тут кора аура, тут гипоталамус, продромы и что-то еще. И мозг, через который все это может проходить. Значит, если у нас мигрент с аурой, у нас сначала что-то искрит. Аура обычно до головной боли, но может быть и во время. Что-то искрит в коре, потом это каким-то образом реализуется в боль. Как это происходит? Напрямую либо через вещество, пока мы до конца не знаем. Сейчас даже считается, что через ликвор, последнее исследование, через жидкость из коры выделяются вещества, и они плывут через цереброспинальную жидкость, через ликвор. И достигают ганглиотроничного нерва. Гипоталамус, если без ауры, вот ничего не искрит. То есть мы понимаем, что кора, скорее всего, не участвует, если спецэффектов этих нет. Что-то рождается в таламусе, потом оно либо вот так, и так, либо вот так, сразу напрямую активирует эту тригеменно-васкулярную систему, выделяется CGRP, ПАКАПы, у кого что, и человек чувствует боль. Потому что там все это болевые медиаторы выделились. Не знаем, участвует кора или нет. Значит, все это впереди. И у меня еще есть некоторое время, отлично, есть еще, да. Как лечить мигрень? Это уже такая более приземленная история. То есть сейчас закончилась такая вот наука в основном. Что про мигрень, что и про ее лечение. Вот как бы есть, с одной стороны, мы понимаем, что мигрень — это проблема с головным мозгом, которая как цвет глаз, она от рождения. Вот цвет глаз у нас определенный, есть от рождения. Вот то же самое с мигренью. Человек родился с таким мозгом, так он устроен, все его эти зоны, гипоталаму, строгеменно-васкулярная система, что у него могут быть эпизоды мигрени. То есть мигрень — это не то, что мы можем, как аппендицит, знаете, отрезают аппендикс, как бы, и говорят во время аппендицита. Я гарантирую тебе, говорит хирург, что у тебя никогда в жизни не будет аппендицита. Почему? Потому что его отрезали, как бы, да, все, нечего воспаляться. При мигрени невозможно это сделать, да, это особенность мозга. Так же, как, например, депрессию, да, то есть мы не можем же ее полностью из организма убрать. Но мигрень мы можем хорошо лечить. Значит, как мы это делаем? Ну, как и все в мире это делают? Значит, есть такие три основные подхода, вот прям, да, такие глобальные. Значит, первое, конечно, которое все используют чаще всего пациенты, это устранение приступа. Ну, самое очевидное. Заболела голова, надо это убрать как-то, да, это вот нехорошо, это неприятно, это мешает работать, жить и вообще. Значит, устранение приступа, как это происходит? Обычное обезболивающее, те, которые можно купить в аптеке, без рецепта, у профен, процетамол, и там, мы же с ними, их там, сто пятьсот, как бы, вариантов. Да, они используются для лечения приступа мигрения. Это миф, что если обезболивающее не помогает, что якобы это не мигрень. Помогают. Это одни из самых эффективных препаратов для лечения приступа мигрения. Если они не срабатывают, такое бывает, у нас есть специальные препараты, называемые трептаны. Помните, сумотрептаны мы уже упоминали, это самый первый был, 1993 год. Сейчас у нас их там семь штук в мире, в России четыре трептана разных. Они специально сделаны для лечения приступа мигрения, вот прям для того, чтобы приступ мигрения ушел, не помогут, например, при боли в спине, при боли, там, не знаю, где еще, там, в пятке. То есть они специально сделаны для лечения мигрения. И противорвотные, потому что при мигрении действительно часто тошнит, рвет, надо чем-то как-то это помогать тоже. Есть самые новые препараты, которые появились, как раз джепанты. Помните, мы про них говорили? Вот два из них, убраджепант и римиджепант, используются как препараты для лечения приступа. То есть лечения приступа. Есть еще новое поколение трептанов, называются они детаны, такое название. Один из них есть, лосмидитан препарат. Но вот их пока у нас нет, ни убраджепанта, ни убраджепанта, ни римиджепанта. Римиджепант еще как бы, в чем его прелесть? То, что он используется, в том числе и для другого лечения мигрени, о котором поговорим позже, для профилактики. То есть вообще джепанты в перспективе будут и туда, и сюда. Ну, вот эти пока для лечения приступа. Что дальше? Как мы понимаем, что мы подобрали хороший препарат для пациента, для того, чтобы лечить приступ? Приступ должен пройти быстро, максимум в течение двух часов, до нуля баллов, прям что до нуля. И не вернуться в течение 48 часов, то есть двух суток. То есть это как бы, ну знаете, бывает так, что вроде прошло, но потом к вечеру опять нужна таблетка. Это неправильно. То есть нам нужно, чтобы это было быстро и надежно. Вот таким образом мы комбинируем разные препараты, подбираем разные. Обычно это вот такой творческий процесс на стороне пациента. Мы ему просто список даем, и он подбирает. Ну, какие даем, какие ориентиры, конечно. Есть очень важные элементы. Нужно иметь препарат при себе, очень быстро его принимать. Чем быстрее принять, тем гораздо больше шанс того, что мигрень полностью пройдет. И есть, конечно же, опасность. Очень важно знать про это. Это прям суперважная штука, что если много обезболивающих принимать при мигрене, к сожалению, боль будет чаще. Есть такой парадокс. Есть главная боль, которая называется лекарственно индуцированная главная боль. И вот главные боли здесь особняком стоят, потому что если, например, принимать обезболивающие бесконтрольно, очень-очень много и часто при боли в спине, или, например, при боли в суставах, они не будут сильнее болеть. Ни суставы, ни спина. Ну, дырку в животе можно сделать, в желудке, конечно, но болеть сильнее не будет. А при мигрене будут такие обузыстные головные боли или от избыточного приема препаратов, или medication overuse headache, они называются. Ну, в общем, злоупотребление. Вот критерии злоупотребления. 15 дней в месяц простые везболивающие, триптаны или комбинированные, когда там много всего внутри, в России их очень любят, 10 дней в месяц. Поэтому вам нужно с помощью дневников считать количество дней с головной болью и с препаратами, которые вы используете. Что делать, если мигрень частая, а нельзя пить обезболивающе часто? Вот здесь как раз есть второй подход. Профилактическая терапия. Не очень хороший термин, потому что мы привыкли, что профилактика — это руки мыть, чтобы не заболеть. А на самом деле это в английском языке термин preventative, то есть который предотвращает развитие частых приступов. То есть идея в том, что мигрень изначально всегда редкая. Вот как бы она началась, точнее проявилась, например, в пубертате. Так часто бывает, потому что женские половые гормоны, их колебания, они при мигрении очень важную роль играют. А потом вдруг раз, она стала частой. Есть разные факторы риска, мало физической активности, избыточный вес, курение, тревога, депрессия. В общем, превратилась в частую. Человек в 2005 году, не знаю, два приступа имел в месяц, а потом в 2024 у него стало 20 дней в месяц мигрени. Ну куда это годится? И чтобы вот это обратно вернуть, нам нужна профилактика. Кроме того, ну вот картинка, вот дневникcaрый пациент до профилактики и после. Вот здесь ежедневная. Красненькая, это дни с головной болью в строчке, это календарик, это вот после. То есть вот задача профилактики в этом. Профилактика не может, мы не можем мигрень вылечить. Главная задача, главное слово, это контроль. То есть мы даем человеку возможность контролировать свое состояние, получить контроль над заболеванием. То есть вернуть мигрень обратно в то редкое состояние, которое было у него в самом начале. Помимо того, что мы снижаем частоту приступов, мы снижаем яркость, интенсивность приступов, улучшаем ответные обезболивающие, снижаем их количество. Человек получает чувство контроля, это тоже суперважно над заболеванием. Уменьшает уровень дистресса. Но вообще в целом пациенты с мигренью, особенно сейчас, есть такая статистика, что у них коморбидная тревога депрессии. Когда мигрень 15 больше дней в месяц, мы скорее встретим тревожное расстройство и депрессию, чем не встретим. Мы тоже занимаемся этим в клинике, просто потому что это, к сожалению, тоже требует коррекции, потому что ухудшает и качество жизни, и мигрень ухудшает. Что мы используем во всем мире для профилактики? Есть такая старая традиционная неспецифичная терапия. Те препараты, которые были придуманы не от мигрени, они случайно попали в эту область, но они эффективны. Уровень доказательности у них, а вообще все замечательно, во всех рекомендациях мира они есть. Это препараты, которые снижают артериальное давление и пульс, бета-блокаторы, их кардиологи обычно применяют. Это противоэпилептические препараты, некоторые из них, антидепрессанты и даже ботулинотерапия, ботокс, но только если мигрень чаще 15 дней в месяц. В общем, идея в том, что мы не лечим морщины ботоксом или мышечное напряжение, депрессию, эпилепсию или давление повышенное. Просто так оказалось, что почему-то эти препараты помогают сделать мигрень реже. Как они действуют? Положа руку на сердце, никто не знает до конца. Есть теории некоторые, но все это попало случайно в мигрень, но оказалось эффективным. И вот у нас получается самая современная терапия, которая придумана от мигрени. Вот то, с чего мы начали, как мы обсуждали CGRP, что она при мигрении участвует, потом придумали препараты, которые блокируют. Вот это тот путь, который прошли моноклональные антитела, которые являются таргетной терапией, придуманной от мигрени. То есть они замечательно переносятся, эффективно, но единственная проблема, как обычно это бывает, в цене. Это достаточно дорогостоящая терапия. Ну и третий подход к терапии — это что сделать. Вот мы добились, например, вот у нас человек есть, которому мы назначили профилактику. Все замечательно, он год пропил профилактику, у него редкие приступы. Что делать дальше? Мы ее отменяем, и дальше наша задача сделать так, что приступы опять не стали частыми. Что для этого нужно сделать? Во-первых, следить за провокаторами приступа. Часто очень можно их избежать. Опять же, с помощью дневника понять, что это, например, не поел приступ, от голода очень часто возникает приступ. Это начало менструального цикла. Тогда есть варианты лечения с мини-профилактикой перед менструациями, нарушение сна. В общем, это все традиционное. И дальше еще очень важный момент. Это тот самый скучный здоровый образ жизни. На самом деле он реально помогает при мигрении, чтобы она не была частой. Регулярные кардионагрузки. Почему-то кардио обычно лучше, чем силовые, но если не кардио, то силовые тоже подойдут. То есть чем больше спорта, тем меньше мигрения. Снижение веса, возможно, методики релаксации, mindfulness и прочее дополнительное вполне может подойти. Устранение обязательно сопутствующих тревог и депрессии, если мы понимаем, что это есть, их обязательно надо корректировать, лечить. Ну и, в общем, здесь я уже подхожу к концу. Замечательно, прям ложился. Что важно из этой лекции, помимо того, что всякие разные исследования проводят препаратов, что когда голова болит, это ненормально. Это какой-то диагноз. Потому что есть иногда у человека такое ощущение, что на лечебной площадке у соседки болит, на работе у коллег болит, у мамы папы болели и так далее. И это нормально. Это ненормально. Когда голова болит, это какой-то диагноз. Но хорошие новости в том, что какие-то страшные диагнозы, о которых все думают, рак мозга или что-то еще, это суперредкая история. Прямо суперредкая. Мы в клинике видим вторичные головные боли, то есть от других болезней, причем самых разных, синуситы, например, могут вызвать и так далее. Может быть, 5 пациентов из 100. Мы хотим направить на МРТ, чтобы что-то поискать. 95% — это на самом деле доброкачественная история, первичные головные боли. Чаще всего это мигрень. То, что приходит на прием. И мигрень можно и нужно лечить. То есть это не то, что мы не можем ничего с ней сделать, просто поставить диагноз. Это вполне можно. Это узнать больше про клинику, чем мы занимаемся. И у нас есть еще в Мегреботе, в том самом, который дневник головной боли, курс про головную боль. В течение 21 дня, по неделям разбит на обсуждение, что такое головная боль, как лечить приступы, такие общие подходы, то есть не медицинские рекомендации, но такие ключевые. Что делать с профилактикой. Ну и все это так интерактивно. Там разные видосики, текстики. Картинки. Ну и это, надеюсь, будет помогать. Для того, чтобы доступ получить, просто команду курсами Греботе вводите. И там все, вся инструкция будет. Вроде все. Спасибо. Давайте все вопросы. Так, поднимайте руку. Я к вам подойду. Большое спасибо за интересную лекцию. У меня есть один вопрос по поводу доставки препаратов для диагрении. Просто, возможно, они уже есть. Можно ли доставлять, например, моноклональные антитела, используя наномедицину, например, липосомы и прочее? И можно ли это делать через, например, назальную доставку, то есть не проходя через гематоэнцефалический барьер, а прямо напрямую через обонятельную луковицу? Ну, смотрите, во-первых, про гематоэнцефалический барьер. На самом деле, для того, чтобы моноклональные силы действовали, им не нужно проникать через гематоэнцефалический барьер. То есть они действуют снаружи. Вот я несколько раз упоминал, что вот этот гангли и волокна, где находятся мишени, CGRP-терапия, они снаружи мозга. То есть они как бы все-таки в периферии. Мы не хотим внутрь что-то блокировать, потому что, помните, желтую картинку с мозгом, где красные точки, где вот рецепторы к CGRP. Я про гипоталамус больше говорю. А его тоже, честно говоря, не хочется трогать, честно говоря, CGRP. Мы не понимаем, зачем он там нужен, как бы, CGRP пока еще. Вот прям, ну, как бы, его там так много, что и зачем он там нужен. Там этих ядер, там, 100-500, как бы, в гипоталамусе. Мало ли что там еще случится. Поэтому не надо, чтобы он проникал. Дальше про другие методы доставки. Триптаны, те, которые для купирования приставов, они должны подействовать быстро. Вот они есть в разных вариантах. У нас есть спрей в нос. Действительно хорошо работает. Сасывается, действительно, процентов на 70 в области, как бы, носа. Ну, там часть сглатывается. Есть таблетки, которые, трептаны, которые рассасываются во рту. Вот эти вот O-DT, как бы, значит, которые прям, не надо их глотать даже, они все во рту сосутся. Это классно, круто, потому что вот при использовании трептанов нам нужна скорость нужна, чтобы чем быстрее мы начнем, тем быстрее приступ закончится. Профилактика и вот эти антитела. В целом, данные скорость не очень важна. Нам, наоборот, нужен... Чем они хороши, антитела? Их нужно делать раз в месяц, потому что они долго в организме не выводятся. Долго у них период полувведения, там, 28 дней. И нам, конечно, из-за того, что профилактика — это все-таки лечение долгосрочное, то есть там год, например, или там полтора года, нам хочется, чтобы как можно реже нужно было вводить препараты. И вот антитела, они вводятся либо раз в месяц, либо раз в квартал даже. Это отлично, потому что у них долгий период полувведения. Как там дальше это все требует, ли каких-то липосом и прочего, я не уверен, потому что они же нам не нужны, чтобы доставить какой-то орган напрямую или в мозг. Они нам снаружи нужны, чтобы они плавали подольше и блокировали. Вот задача их. Так, еще руки. Спасибо за лекцию. Расскажите, пожалуйста, о механизме воздействия на боль, конкретно обезболивающих, нурофен и прочее. Если про джепанты и антитела, понятно? Ну, слушайте, он очень не специфичный механизм, потому что что делают обычно обезболивающие нестероидные противовоспалительные? Они блокируют такой фермент, который называется циклоксогеназа. В чем его суть вообще? У нас есть механизм боли, который предполагает, что есть какая-то боль или воспаление. В принципе, на мигрени это тоже все можно перенести. То есть, когда выделяется CGRP, например, он дальше провоцирует целый каскад. Там выделяются всевозможные лейкотреены, выделяются интерлекины, которые обеспечивают повышение проницаемости мембран, они обеспечивают, собственно говоря, болевое воздействие на окончание нервов. И это такой, знаете, очень не специфичный механизм боли. От пореза, например, нам больно, потому что мы порезались, там у нас возникло повреждение, и вот там, где повреждение, выделились различные химические вещества, вот эти как раз интерлекины, которые привлекают туда в этот порез тромбоциты, чтобы все это затромбировалось, лейкоциты, чтобы инфекцию полечить. Да, вот это очень... Задача их какая? Они блокируют фермент циклооксигеназу. Циклооксигеназа что делает? Она как раз и нужна для того, чтобы сделать вот эти интерлекины. То есть когда возникает воспаление, активируется так называемая циклооксигеназа-2. Она прям нужна для воспаления. Если обычная циклооксигеназа нужна, чтобы там в животе слизь сделать, чтобы там тромбоциты не слепались и так далее, то вот циклооксигеназа-2, она такая раз и активировалась, когда воспаление. И вот это вот нестероидные противовоспалители, они блокируют вот эту плохую, в кавычках ничего нет, нет плохого в организме, но они как бы ее блокируют, циклооксигеназу-2. Параллельно они еще могут, к сожалению, блокировать циклооксигеназу-1, и тогда просто слизи не будет в желудке. И что они делают дальше? Они делают гастрит. То есть если много пить обезболивающих. То есть механизм примерно такой. И там дальше в этих обезболивающих уже есть деление. Те, которые больше активируют циклооксигеназу-2, они меньше влияют на желудок. Те, которые циклооксигеназу-1, они меньше вызывают инфарктов. В общем, отдельная история. Можно еще пару часов про это говорить. Но при мигрении они действуют примерно так же. То есть они неспецифично блокируют те нейромедиаторы воспаления, которые вываливаются из нервных клеток после того, как они активировались. Активировались они все-таки сначала через CGRP. У большинства. Руки. Благодарю вас за познавательный рассказ. У меня два вопроса, если позволите. Первый. Объясните, пожалуйста, принцип действия такого препарата, как возобрал? Не знаю. Он не действует. Он не эффективен при мигрении. Сразу могу ответить. Он не эффективен при мигрении возобрал. Нет в никаких рекомендациях. Как он действует, понятия не имею. То есть его пить при мигрении вообще нет смысла? Нет, вообще, конечно, нет. Его ни в одних рекомендациях, ни в мировых, ни в российских, нет. У нас просто в России очень много препаратов, которые для чего-то нужны. Не то, что фломецины, не хочется это слово использовать, но они при мигрении не работают. Не то, что сомнительные, а вообще не действуют. Нет исследований, которые подтверждали, что возобрал действует. Второй вопрос тогда более приземленный. Вот у вас мышка тут нарисована. Скажите. У меня, это у них. У меня теха. У животных есть мигрень? У них есть модели мигрени. То есть на животных делаются действительно модели мигрени, прежде чем это изучать на человеке, тоже делают, что они как бы как это реализуется. То есть вводят какие-то вещества, например, те же там CGRP или как-то по-другому активируют мозг, и дальше смотрят либо электродами активность головного мозга в нужных зонах, либо болевое поведение изучают мышей, и поведение, которое связано с мигренью, а именно дискомфорт от света. То есть, например, мышки сделали что-то, что предполагается, что вызовет мигрень. Там CGRP, катили там какую-то лошадиную дозу, и смотрят, вызывают мигрень или нет. И там делают лабиринт, и там стробоскоп какой-нибудь. И вот мышки, которые, например, не сделали CGRP, они отлично там бегают, а та, которая как бы с фотофобией, из-за света, она не бегает там. Ну, то есть примерно вот так. То есть там мы же не можем спросить, у нее болит, не болит мышки как бы. Но есть различные там паттерны их поведения, которые эквивалентны боли. Разные гримасы есть. Есть прям какой-то каталог этих гримас мордочек мышей, где каждая гримаса что-то значит. Ну, там уровень боли условно, их дискомфорта. И поэтому мышей вот таким образом изучают различные там поведения при болевых синдромах и мигрене тоже. Препараты тоже на них можно, если вы на микрофон задавайте? Препараты на них тоже можно проверять, которые потом для людей используются? Да, конечно, их тоже проверяют так. То есть там чаще как бы все-таки не то чтобы прям препарат. Препараты можно на эти человеки посмотреть, но всякие разные безопасности этих препаратов. Потому что печень не отваливается, почки, что они не токсичны. В общем, это доклинические исследования на мышах, конечно, делают. И до этого еще понять, что это вещество, которое мы обсуждаем, какая-то мишень, что она действительно играет роль в волевом механизме поведения у мышей и эквивалентно мигрене. Сейчас по очереди, а то в микрофон не слышно. А сейчас просто трансляция не слышно просто. Кирилл, я вот хотела спросить, там исследования проводились, какое трудоспособное население задействовано в этот мигрень. Я вот, например, столкнулась, у меня у сына мигрень, что очень, может, не очень много детей, я не знаю, какой процент. 7% детей страдает. Да, да, что дети страдают. И вот мы столкнулись, что он уже с детского садика, то есть наблюдали, что раз в месяц, да что ж такое, в школе еще сильнее стало. А скажите, пожалуйста, а вот детям, ну в каком возрасте, трептаны же детям нельзя принимать? То есть, ну нам, например, врачи цена резин, назначает, да, хоть что-то, да? То есть, что можно детям как бы делать и с какого возраста? Ну я так понимаю, что это уже на всю жизнь, да, наверное? Ну да, понимаете. Или не перерастет? Нет, смотрите, мигрень, как бы вообще, она может пройти внезапно, то есть проявление. То есть, это значит, ну как бы это не значит, что она из организма куда-то делась. То есть мозг остался, вот так он как бы сделан, мозг, да, что могут быть эпизоды мигрени. Просто есть периоды в жизни, когда там нет стресса, там все отлично, как бы, да, например, много спорта, мало веса, и мигрень редкая, понимаете. Кстати, летом нету мигрени, а в школьное время мигрень. Это классика, да, потому что понятно, что вообще у детей, как бы, большинство как бы приступов, вообще мы даже не речим таблетками, а в основном пытаемся скорректировать какие-то психологические проблемы, стрессы дома, в школе там и так далее. То есть, когда мы стресс убираем, то мигрень тоже становится реже. Ну, в общем, как бы в вашем случае просто надо прийти на прием к специалисту, который как бы занимается детской мигренью, как бы, да, и там есть разная терапия, разные варианты, просто обсудите, что цинорезин, который вы упомянули, он используется для детей в лечении мигрени, да. Ну да. А вот которые препараты для, ну, нам назначали какое-то для как раз лечения сердца, вот, ну, вот эти, это вот какие-то, наверное, блокаторы, да, были. Можно детям или страшновато? Ну, как бы можно, как бы там есть дозировки разные, то есть в целом на приеме врача вполне может все это как бы... А вот у вас в вашем центре можно как бы наблюдаться? Ну, у нас детей тоже как бы там есть, смотрят, да, врачи, которые прям специалисты, мы все можем смотреть детей, но у нас прям есть доктора, которые вот в основном как бы там в педиатрии как бы работают. То есть вас можно где-то там в соцсетях, например, найти и позвонить, как обычно. Да, 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 у нее это скринь головной боли, да. Спасибо. Вот там девушка хотела... Вы хотели задать вопрос? Любая головная боль считается мигренью? Нет, конечно. Всего 300 видов головной боли есть, даже 300, представляете? Как бы их очень много. Вот. Мигрени просто очень много. Как отличить мигрень от или просто... А вы сначала были? Нет. Ну, посмотрите, запись там прям подробно раскисана, прям как бы вот. Спасибо. Не задерживайте всех. Благодарю за лекцию. У меня вот такой вопрос. Имеется ли на сегодняшний день какой-либо научно-обоснованный материал о влиянии COVID-19 на развитие и обострение мигрени? И есть ли данные о том, что перенесенный COVID-19 увеличивает частоту или тяжесть приступов? Да, у нас были исследования такие, как бы они в России тоже были частично, что на фоне COVID-19 действительно мигрени было чаще. Почему это происходило, мы не знаем до конца. Но вот факт есть, что это учащается. Ну, там разные механизмы, и стресс, и прочее. То есть много всего можно приплести, но, если говорить честно, просто пока не знаем. Такое бывает. Есть еще просто после COVID-19 так называемый, знаете, постковидный синдром, который активно так тоже изучается. Слабость, утомляемость, головные боли. И вот они как бы очень похожи на такой тип головной боли. Называется новая ежедневная персистирующая головная боль. По описанию понятно, что она возникла внезапно, и вот она как бы нон-стоп длится, без перерыва. Вот она очень похожа на такую постковидную. Почему, откуда она берется? Доказание понятно, если честно. Ну, такое есть, да. Ну, то есть много неизвестно. Так, сейчас я пару вопросов из трансляции задам, так как нас единовременно смотрело от 200 до 300 человек. Люди пишут вопросы. Ну, во-первых, как я сказал в начале лекции, прямо сейчас происходит довольно сильное магнитное буря, и полярное сияние можно наблюдать прямо в Крыму. Вот у меня коллега... Я думал, вы скажете прямо вот здесь, в Тропарево. Здесь-то можно, но за облаками, к сожалению, в Москве всегда ведет. Мы не видим, и я от этого сильно страдаю. Собственно, ваше мнение о метеозависимости и магнитных бурях на мигрене. Да, я ждал этого вопроса. Спасибо за вопрос. Смотрите, значит, метеозависимость, как бы. Тут я отвечаю так, значит, в целом у нас нет научных данных о связи мигрени и изменении давления, влажности, ветра, температуры достоверных. Это изучали, прям как бы, то есть не нашли связи. При этом во всех странах мира люди отмечают изменение погоды как провокатор мигрени. Ну, вот такая есть, получается, две стороны медали. С одной стороны, ученые не нашли, с другой стороны, во всем мире люди как бы связывают. Мы не можем обесценивать то, что они чувствуют. Но при этом, что я обычно рекомендую? Я просто рекомендую вести дневник, главное более. Ну, почему? Потому что, например, пошел дождь, возник приступ мигрени, связь. А вдруг в этот же день, например, человек не выспался, не позавтракал, и еще эта женщина, у которой цикл начался менструальный, это очень мощный провокатор мигрени. Ну, понятно тогда, что скорее здесь не дождь, который пошел, спровоцировал мигрени, а остальные такие очевидные провокаторы. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, опять же, мы в Мегриботе, у нас прям данных много, его там 70 тысяч в месяц ведут людей, и поэтому данных много, и поэтому мы так проанализировали по погоде за последний год, там полтора миллиона записей получилось, и, в общем, все это, дата станиста загнали в какую-то там, значит, большую эти вот как бы модели, и посмотрели, ну, как бы предикторов нет, как бы вот даже на такой большой выборке, чтобы вот мы могли бы по погоде так внятно предсказать, как бы там есть порядка 70 процентов предсказаний, как бы нам дает вот эта вот нейросеть, которая, значит, туда метеопараметры за год, и все главные боли. Каких-то, если просто статистику вот тоже брать, вот наши эти, есть там миллионы записей, как бы, и просто их взять, какой-нибудь обычный, там, не знаю, сделать ли регрессию, там, или какую-то другую, обычно статистический метод, тоже там как бы нет корреляции, да, вот если как бы просто говорить, нет корреляции, как бы, может быть, не знаю, надо что-то еще добавлять в эти вот модели предсказаний, там, продромы добавлять. У нас есть идея, как бы как раз, чтобы вот как бы развить дальше Мегрибот в сторону изучения, ну, как бы в сторону предсказания приступа, потому что у нас достаточно вот тут есть как бы элементы, которые мы можем собрать воедино там для предсказаний. Но погода, к сожалению, пока это вот так. По поводу давления, многие люди там как бы смотрят не то, что на вспышке, а вот что атмосферное давление упало там на 30 миллиметров водного столба или ртутного, ртутного. Примеры обычно привожу самолет, пассажирский. Значит, когда он летит, там давление специально поддерживается низкое, примерно как 2000 метров над уровнем моря, разреженный воздух. И, собственно, это происходит достаточно быстро, минут 15, это изменение давления от обычного такого нашего, равнинного до вот этого низкого. И, в общем-то, как бы, ну, не то, чтобы у всех прям сразу там головные боли, мигрени. Бывают, конечно, но это как бы, ну, сами понимаете, о чем речь, да, вот эта вот корреляция, что резкое, быстрое изменение давления в самолете и даже оно там людей не приводит к мигрени. Спасибо. Сразу следующий вопрос. Ангелина спрашивает, может ли операция на мозге помочь при мигрени? Невролог одной из поликлиник советовал провести преувеличение числа приступов. На мозге прям сразу. Отрезать, не знаю, что делать, запираться на мозге. На самом деле есть такой метод лечения, он как бы во всем неврологическом сообществе международном, как бы в нашем считается немножко таким, не знаю, как слово подобрать, неверным, когда действительно пытаются мигрени лечить хирургически. Значит, там что-то, освобождают какой-то нерв вот здесь, как бы, значит, вот здесь, и говорят, что это помогает. Но самое главное в медицине это провести хорошее исследование. То есть, окей, если там люди предполагают, что это хорошо работает, пожалуйста, сделайте плацебо-контролируемое исследование этой операции. То есть, одному сделайте такую операцию, которая действительно что-то делает, а другому фейковую операцию, которая не делает это. И потом сравним как бы исходы вот этой операции, и как бы, потому что плацебо-эффект в медицине, и в мигрене в частности, колоссальный, просто невероятный эффект плацебо. Про него можно еще пару часов говорить, но приведу вот несколько таких очевидных примеров. Вот эти вот антитела, которые делаются в виде инъекции, ну, от мигрени, анти-сиджерпи-терапия, она изучалась в клинических исследованиях, как бы очевидно, что должны быть плацебо-контролируемые. Это у нас они были в клинике. Есть шприц, на нем написано плацебо или антитело. То есть, или-или, я не знаю, что там, как бы и пациент не знает. Это называется двойные, слепые, там, плацебо-контролируемые. Так вот, в итоге потом, когда все это закончилось, собрали все данные, скрываются карты, и мы понимаем, у кого что было. У кого плацебо, у кого антитело. Так вот, есть показатель, который говорит об эффективности. Снижение, помните, головной боли по частоте в два раза хотя бы. Вот на антителах 65%, помните эту цифру. На плацебо 35%. То есть, треть людей прошли головные боли значимо, просто на физрастворе. Это к вопросу о плацебоэффекте, который реализуется за счет ожидания от лечения, за счет, там есть разные этапы. Вот маленькая беленькая таблеточка, это маленький эффект плацебо. Красненькая побольше, не знаю, там норофен экспресс, она больше эффект плацебо. Нет, я его тоже употребовал, мне он тоже нравится, он работает. Значит, дальше, внутривенная капельница еще выше, а если это с красным раствором, больше, если делать профессор, еще плюсик ставим, а если это операция, ну, сами понимаете, это больше уже дальше некуда, особенно на мозге, если. Поэтому вот такой ответ. Надо провести исследование, чтобы понять, работает ли это, окей, давайте сделаем. Да, довольно рискованно сразу на мозге делать операцию. Ну да. Так, чуть позже задам еще из трансляции. Добрый вечер, благодарю за интересную лекцию. У меня есть два вопроса. Во-первых, можно ли наследовать мигрень? Можно. То есть, в целом, мы понимаем, что мигрень, заболевание, которое часто, как бы, есть у нас, вот, как бы в семьях, мама, бабушка, по женской линии, процентов 50, по-моему, или 60, не помню точную цифру, наследования вероятность там по мужской чуть ниже, пытались найти ген мигрени, условно, как бы, да, вот там, что там такое, что вот мы можем, не знаю, сделать анализ и сказать, что да, это вот такая поломка в гене, поэтому у вас точно мигрень. Для этого сделали крупное исследование финском генетическом консорциуме, собрали 50 тысяч образцов крови людей с мигренью и 300 тысяч контрольной группы без мигрени. И, ну, как бы, ничего не нашли толком, если так по-простому говорить, как бы, нашли какие-то 36 генов-кандидатов, но это никак не продвинуло нас ни в какой области, в плане, вот как бы, чтобы это применить в практике. Есть мигрень, которая такая очень особенная, редкая, называется семейная гемопилегическая мигрень, когда вот эта аура, которая там, она проявляется в том, что вот так, рука слабнет, нога слабнет, то есть эта аура доходит до зоны, которая отвечает за движение. Это может быть долго, это неприятно, и вот при этой мигрени, семейной гемопилегической, есть действительно, прямо очевидные гены, которые можно условно измерить, как бы, проанализировать, и сказать, что это такой-то диагноз. А обычной мигрени нет. То есть иногда это просто сбой, правильно? Сбой где? Например, при развитии плода. Это не то, что сбой, это просто некий, знаете, как набор, как бы, вот сущности, которые так сложились, как бы, вот так это сложилось в мозге, да, где именно это сложилось, в гипоталамусе, какой-то кусочек, там, этого пазла или калейдоскопа сложился, там, где-то в системе троничного нерва, где-то еще. То есть мы не знаем до конца, чтобы вот сказать, вот здесь вот винтик, как бы, неправильно закручен, и вот здесь неправильно закручен, давайте посмотрим на эти два винтика. Мы не знаем, где-то точный источник, как бы, да, вот этих вот поломок. Ну, можно, наверное, сказать, простому в закладке. Ну, да, это все у нас как бы оттуда, из закладки, как бы, ну, в общем, так, да, неизвестно. Спасибо большое. И второй вопрос. Вы ранее говорили, что обязательно нужно проводить на пациентах, у которых есть уже мигрень, правильно? И для развития мигрени нужно, чтобы было определенное какое-то строение мозга. Но в то же время вы сказали, что можно индуцировать мигрень на животных, проводить какую-то модель. Тогда вопрос, можно ли индуцировать мигрень на здоровом человеке, и повлияет ли это как-то на него в будущем? Хороший вопрос. Смотрите, вообще, в целом, это вопрос такой, знаете, он вообще очень многоплановый. Например, вот есть человек, например, 30 лет, у него никогда в жизни не болела голова. Потом он начал болеть, и начались приступы мигрени. А мы до этого времени считали, что у него вообще нет мигрени. Ну, как быть тогда? Допустим, мы этого человека взяли в исследование, ввели ему какое-то вещество, считая, что у него нет мигрени, посмотрели на его ответ, у него спровоцировался приступ, и мы, получается, в неком тупичке. Потому что мы не знаем, должна у него случиться мигрени через 10 лет сама по себе или нет. То есть мозг у него готов или нет. Поэтому, когда я говорил про генетическую консорцию, мы там 300 тысяч образцов людей без мигрени, понимаете, что это тоже вопрос очень скользкий. Но мы же не можем гарантировать, что у них нет мигрени, что вдруг она у них появится, не знаю, после того, как кровь взяли, она проявится впервые через год, например. Ведь мы говорим про проявление мигрени, она всегда есть в организме, если это заранее запрограммировано. Поэтому здесь про мышей или про людей, которым там что-то вводят. Но, знаете, можно мигрени подобную головную боль спровоцировать. То есть мы можем, например, ввести человеку какое-то вещество, тоже CGRP, например, и у него может возникнуть мигрени подобный приступ. Прямо с тошнотой, с дискомфортом от света и звука. Но в любом другом, условно говоря, у него мигрени приступов спонтанных нет. Вот нет спонтанных приступов, никогда в жизни не было. То есть да, мы можем сказать, что у этого человека какая-то реакция есть на CGRP, вот такую чувствительность, но у него нет мигрени. Не знаю, ответил на вопрос или нет. Ну, то есть просто нет такого ответа, прямо чтобы сказать, ответить на вопрос. Ну, то есть, например, вы ведете CGRP и у здорового человека потенциально. Да. И нет никакой гарантии, что с ним ничего произойдет в будущем. Я имею в виду в плане мигрени. Нет, в плане того, что это как-то ухудшит ситуацию, нет, конечно. Нет, никак не подстегнет, как бы не спровоцирует, как бы иначе эти бы исследования, они были бы на габриотическом комитете бы не прошли. Ну, то есть если она есть, то она есть. Да, но если есть, то она есть. И никаким там как бы CGRP подстегнуть ее как бы, да, ну, это как бы нельзя. То есть мы можем вот этот один приступ, он как бы, да, получается, вызвать, например, какой-то мигрени подобный. Вот. Но вызвать мигрени нет. Благодарю вас за это. Такое, имеется в виду, изменить как-то мозг. Так, есть ли еще здесь уроки? В трансляции вопросов довольно много. У нас еще есть минут 13, если можно. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Влияют ли наши пищевые привычки на возникновение мигрени? Ну, да. В целом, голод очень мощный провокатор мигрени. Нет, именно определенные продукты. Понимаю, к чему вы клюните. К сырам, шоколаду и прочим, как бы, да. Это, да, написано во всех, там, не знаю, везде пишут про то, что сыры, там еще тирамин, орехи. Но если честно, то я редко встречал таких пациентов, которые прям говорили про это, что вот именно орехи, вот прям точно, как бы, да. Если у вас орехи не провоцируют мигрени, не исключайте их из вашего рациона, пожалуйста. Как бы, не надо себя жизнь усложнять еще сильнее, да. То есть у меня есть, там, не знаю, пациенты, которые с эмельеи отлично переносят красное вино, и никаких проблем у них нет. Хотя алкоголь – это очень мощный провокатор мигрени. И насчет, как бы, некоторых провокаторов, типа шоколада, тут очень, как бы, меняются взгляды с учетом данных о продроме. Помните, вот это продромы, которые начальные проявления мигрени, когда еще нет боли. Ну, то есть... Нарушение пищевого поведения. Человеку внезапно хочется что-то сладкого. Вот прям, хоть убей, хочется шоколадку съесть. Он ее съедает, начинается приступ через, там, час-два, и он думает, ага, это шоколадка. На самом деле уже мозг был изменен, как бы, да, и ему хотелось шоколадку, потому что у него мигрень. То же самое со стрессом, да. То есть, например, считается, что эмоциональный стресс какой-то или, там, провоцирует приступ мигрени. Но, с другой стороны, можно, опять же, обратить внимание на продромы, что там меняются когнитивные функции, меняется способность нормально, там, синтезировать информацию, думать, и человеку над обычной задачей, которую бы он решил в лед, как бы, приходится реально попотеть, как бы, и он бесится от этого, да, что ему прям не получается ее решить нормально. Он в стрессе. И опять начинается приступ. Ну, опять же, да, не потому, что у него был стресс, а потому что стресс — это следствие начала приступа мигрени. Поэтому на некоторые пищевые и другие провокаторы вот можно посмотреть немножко с другой стороны. Да, у меня еще второй вопрос. Исследовали ли на уровне эпигенетики возникновения мигрени, допустим, влияет ли метилирование ДНК у разных людей по-разному, метилируется уже ДНК? Понимаю, да. Я не очень погружен, честно говоря, в эту тему, но мне кажется, что да, должно каким-то образом влиять. Вот не знаю подробностей, и на таких крупных конгрессах как-то вот отдельной темы про эпигенетику не звучит прям ярко, наверное, потому что большого каких-то результативных исследований нет, наверное. Вот я думаю, поэтому. Но это можно поизучающе посмотреть. Хорошо, спасибо. Так, задам еще несколько вопросов из трассляции. По возможности попробуем формат БЛИЦ или что-то около этого. Первый вопрос. Что такое мигренозный инсульт и реален ли он? Это очень редкое осложнение мигрени с аурой, прям очень редко. Его, не знаю, там, я его, честно говоря, не видел ни разу. Коллеги видели пару раз, как бы говорят. Это что, в чем фишка, как бы? В том, что вот эта вот аура, помните, она по коре идет, как бы, да, вот полушарий, как бы там, где-то зрение, тут чувствительность и так далее. И вот в какой-то момент эта аура, она обычно должна проходить за час полностью. Она остается, то есть она прям фиксируется. То есть это вот изменение, как бы, коры головного мозга, она остается, его видно на МРТ, и это называется мигренозный инсульт. В целом такое очень редко бывает. На самом деле в этих случаях надо искать какие-то другие причины инсульта, которые могут быть в молодом возрасте, там, проблемы с сердцем, там, возможность образования тромбов, как бы, пристеночных изоритмий, там, бляшки, это больше в пожилом возрасте, нарушение свертываемости, какой-то антифосфолипидный синдром. Короче, это случай, когда нужно прям подробно изучить, как бы, ситуацию на предмет возможных причин инсульта в молодом возрасте и мигрень только в самом-самом последнем конце поставить. Так, спасибо. И я объединю два вопроса в один, потому что они схожи по содержанию. Первый касается, ну, полностью прочитаю, можно ли каким-то образом предотвратить начало мигрени в момент, когда начинается потеря зрения, но еще не начала болеть голова. Аура, то есть. Да, и тут же вот, в ту же тему, другой же человек, почему при ауре мигрени я собрала флэш-рояль из симптомов? Сначала есть зрительные нарушения, потом отнимается правая рука, правая часть лица, дальше пропадает речь. С чем это связано? Особенно, что появляется такое большое количество симптомов. Из-за таких приступов появляется страх, что аура застигнет меня где-то вне дома, и я ничего не смогу с этим сделать. Да, на самом деле мы, к сожалению, пока не придумали, ну, в смысле, ученые не придумали во всем мире и врачи, как бороться с этой аурой лекарственным путем, вот именно прерывать ее. Нет лекарства, которое прервало ауру. Вот она начинается, она длится, не знаю, от 5 минут до часа, может 20 минут, может 30 минут. Вот нет лекарств, которые бы это прервали. Ну, во-первых, потому что это краткосрочно, это надо еще успеть подействовать в это окно, то есть доставить лекарство куда нужно. С другой стороны, мы понимаем, что аура, скорее всего, безопасная история, поэтому она закончится и все, в 99,9 периодах случаев. Поэтому лечить мигрень в момент ауры мы не рекомендуем. То есть когда она закончится, начнется боль, тогда нужно принимать обезболивающее. Они, конечно, подействуют только на боль. Есть и безглавленная мигрень, когда аура есть, а боли нет. Такое тоже бывает. Ну, это тоже мигрень, просто она без болевой фазы. Просто вот аура есть, а другой фазы нет. По поводу того, что у молодого человека сначала все собрал эти симптомы, да, так бывает. Это когда, получается, у некоторых аура, например, она начинается с затылка. Ну, она не всегда с затылкой начинается, но чаще всего. То есть зрительное нарушение, потом это доползло до височной зоны, тогда у человека возникает афазия. То есть что это такое? Это не каша во рту, как он не может слова сказать, как бы произнести 33-й артиллерийский полк. Это потеря языка, как вот я не знаю французский, я не могу слово сказать на французском, то же самое на русском происходит. Он хочет сказать снег, а говорит соль. То есть вот это афазия называется. То есть это вот как раз речевая зона. И там чувствительные вот здесь. Ну, так бывает, как бы. Да, это страшно, иногда это пугает, но просто тут надо понимать, что если это часто, тогда помогает профилактика. Вот та самая, которая нужна для того, чтобы приступы делать редкими. Тогда и аура будет редкой. То есть опять же тут зависит от того, если это, например, 4 больше дня в месяц с мигренью, это повод назначить профилактику уже по рекомендациям. То есть от 4 дней в месяц. Если аура так вот 4 дня в месяц, или если она, например, 3 дня в месяц, но она такая тяжелая, что прямо мешает человеку выполнять какие-то профессиональные обязанности, социальную активность какую-то, то можно тоже назначить. И она снизит, скорее всего, частоту ауры. Спасибо. И последний вопрос. Может ли мигрень перейти в кластерную головную боль? Нет, не может. Кластерная головная боль – совершенно отдельный вид. Очень тяжелый, редкий, но супертяжелый. Прямо суицидальная головная боль – самый сильный вариант боли в целом известной человечеству. Там сильнее почечные колики. Механизм близок к мигрене. То есть тоже там участвует региминальная система. Но особенностью этого типа является то, что вот почему она кластерная, в двух словах это очень интересный тип. Кластерная или пучковая. Потому что эпизоды боли возникают, периоды боли возникают в какое-то время в году. То есть, например, весь год не болит, а потом два месяца каждый день приступы. Причем в остальное время это пропадает. И вот так вот циклически раз в два года или раз в год у всех по-разному. Поэтому эти пучки или кластеры, они объединены в течение года в какие-то зоны. И еще важный момент, что сам по себе атака головной боли внутри этого пучка короткая. Она там от получаса до трех часов. То есть полчаса невыносимой боли просто выкручивает глаз. Она с одной стороны обычно. Человек, причем в отличие от мигрени, он не лежит, ему не нужно лежать, а наоборот он бегает по потолку. Вот так вот. Прямо нужно движение, чтобы как-то облегчить. Слезы, слезотечения, есть заложенность носа, покраснение. И это потом и выключается. Прямо само без лечения выключается. Через полчаса, час, два. Потом пять может начаться. Может ночью начаться. Будильниковой называется. То есть в два ночи, прямо такое излюбленное время, два, три. Она внезапно будит человека. Вот дикая боль. Потом бах, все прокроет. Вот кластерная головная боль. Это дикая боль. Но распространенность очень маленькая. Там примерно, по-моему, 40 человек на 100 тысяч настелений. То есть не очень много. Но и с другой стороны немало. Как рассеянный склероз примерно по распространенности. Тут человек комментирует, что поставили, видимо, диагноз кластерная головная боль на фоне длительной мигрени. Не, может быть сочетание. У одного и того же человека. Мигрени кластер, такое бывает. И вот, к сожалению, потому что мигрень, потому что очень часто. Ну, как бы каждый пятый страдает, как минимум. Поэтому может сложиться, к сожалению, такой комбо, что у одного и того же человека и то, и другое. Спасибо. Все вопросы, которые не успели в трансляции задать, там некоторые ответы есть уже в самой лекции. Поэтому я рекомендую пересмотреть записи. Я так понимаю, что здесь уже тоже рук нет. Поэтому будем заканчивать. Во-первых, давайте поблагодарим за прекрасную лекцию. Спасибо. Спасибо. Очень круто. Самая сложная часть нашего сегодняшнего мероприятия – вручить книжки. Вот. И отделить, конечно, вопросы, которые были в зале. Давайте выделим три вопроса. Вот самый первый, так сказать, вопрос, который, да, потом вопрос про, как у мышей. Все это мы узнаем. И вот девушка, которая про генетику спросила. У вас потрясающая память. Всегда очень сложно всем запомнить, кто задал вопрос. Я попрошу выйти от авторов вопросов. Все узнали о себе? Да, было дело. Так, один человек. Два вопроса, да. Да, это ваш вопрос. И девушка. Про генетику спрашивала, по-моему. Вот, я так полагаю, по центру. Так, у меня три книги, и они все разные, поэтому вам надо выбрать, какая больше кому нравится, чтобы не разыгрывать. Мне кажется, про геометику. Вот. Метеокаку и игры тестостерона. Так, попрошу к центру вас тоже выйти. Да, 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 для фотографии. Да, я чуть не забыл то, что Кириллу тоже мы дарим книгу от Курилки Гутенберга. Да, очень интересная книга. Так, всего лишь с одной формулой H2O. Я хочу, вот все, спасибо большое. Вот, можно садиться. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли. Мне кажется, было очень здорово. Надеюсь, то, что вам понравилось. Хочу поблагодарить, собственно, всю аудиторию, которая нас смотрела в трансляции, потому что действительно было там 300, даже 400 человек в пике. И прям аншлаг. Вот. Жалко не оффлайн. Вот. Давайте, собственно, похлопаем друг другу за то, что мероприятие наше заканчивается. Приходите на следующие лекции. Лекция здесь же пройдет ровно через две недели. Обязательно следите за анонсами. А ближайшее мероприятие Курилки Гутенберга пройдет через неделю. В следующий четверг в точке кипения коммуна, которая принадлежит МИСИС, мы будем рассказывать про то, зачем и как вообще появились космические станции на орбите и зачем они вообще нужны. Вот. Так что будет очень интересно. Там и про прошлое, и про настоящее, про будущее. Все будет очень здорово. Вот. Так что спасибо вам и до скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...